Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей». В студии Дарья Гребнева. Здравствуйте! В начале выпуска о судьбе четвероногих друзей человека. К нам в редакцию поступил тревожный звонок от обеспокоенной кунгурячки о том, что во дворе многоквартирного дома в районе городского ЗАГСа уже неделю скитается доберман. За это время он истощал и замерз. Пес опасается людей и не подпускает их к себе. Оградился от них забравшись в палисадник нежилого дома. Стревоженная его судьбой Валентина Зорочкина бьет тревогу, поскольку утверждает, что пес мог заблудиться и потерять своих хозяев, которые у него обязательно есть. Ведь животное с ошейником и не приспособлено к жизни на улице. Если вы узнали в этом псте своего питомца, срочно забирайте его. Напоминаю, он находится во дворе дома по улице Бачурина, 13Б. К другим темам. В городе прошла встреча ветеранов боевых действий и локальных конфликтов. Поводом для встречи на этот раз стала неочередная памятная дата, а вопрос о налогах и льготах, которые положены участникам боевых действий. Леонид Манухин с подробностями. Многие люди зачастую не пользуются всей полнотой положенных им прав и льгот. Причина тому – неосведомленность населения и сложность самой процедуры получения помощи от государства. Именно поэтому Союз ветеранов боевых действий и братства и стал инициатором проведения в городе особой встречи-консультации со специалистами социальной защиты, пенсионного фонда и налоговой службы. Большое внимание в первую очередь уделялось поправкам в федеральном законе о ветеранах. Предоставляются льготы на содержание жилья. Она у вас и так как бы на сегодняшний день идет эта льгота по содержанию жилья. 50% на вас, на членов семьи, совместно с вами проживающих. Плюс к этой льготе, то есть в структуру вот этих вот льгот добавилась мера социальной поддержки – это компенсация расходов за капитальный ремонт. Помимо льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, некоторые ветераны боевых действий, в том числе и участники Великой Отечественной войны, имеют право и на компенсацию по налоговым вычетам. К примеру, стандартный налог на доход физических лиц в размере 500 рублей ежемесячно. Помимо этого, имеются особые условия по земельному и имущественному налогу. Сумму обложения можно компенсировать. А в чем льгота заключается? 100% льгота у вас. На что? На квартиру, на дом, на отношении каждого объекта. Если у вас две квартиры, то только на одну квартиру предоставляется данная льгота. Также носит заявительный характер, пишет заявление. Сегодня в городе проживает 550 участников боевых действий, которые вправе претендовать на льготы в различных сферах. Для того, чтобы выяснить, какие преимущества дает удостоверение ветерана боевых действий, необходимо обратиться в социальную защиту, либо проверить информацию на сайте организации в разделе «Льготы». Рекомендовали собравшимся специалисты. Организаторы, в свою очередь, отметили необходимость таких встреч в будущем, ведь в ходе собрания можно сразу же пообщаться со специалистом и узнать ответы на волнующие вопросы. Леонид Монохин, Алексей Долгоруков, Игорь Конюшков, телекомпания «Кунгур». А сейчас к новостям культуры. «Кунгур» с очередным визитом посетила труппа Пермского театра оперы и балета имени Чайковского. Накануне вечером артисты дали концерт в детской школе искусств имени Розен. С каким репертуаром солисты оперы выступили перед «Кунгуриками» на этот раз и чем удивили нашего зрителя, об этом наш следующий материал. Артистов театра оперы и балета кунгурский зритель встречает как добрых друзей. В зале «Дыши» имени Розен они собрались целыми семьями, чтобы послушать вживую музыкально-драматические произведения Исака Дунаевского. Сегодняшний наш показ уже далеко не первый. Мы и в области выступаем с этой программой, и в Перми тоже уже неоднократно давали. Потому что музыка настолько заряжает оптимизмом и энергией и нас самих, и вас я знаю тоже, что мы очень рады, что эта музыка сегодня будет звучать в этом зале для вас исключительно. И каждый раз мы поем ее с особым трепетом. Со сцены звучат партии из знаменитых оперет, таких как «Вольный ветер», а также известные наизусть старшему поколению песни из культовых советских кинолент. И даже пей в Абрельский кей, в Беревский снова стать мечтает. И сленый шмель гудит по синему реку, печутся дармы веселые скворцы. Знакомые многим мотивы из фильмов «Волга-Волга», «Веселые ребята», «Покровские ворота» не оставляют равнодушными зрителей. Тем более, что для большинства из присутствующих на концерте композиции знакомы еще с детства и юности. Поэтому такая встреча преподнесла им возможность не только культурно обогатиться, но и стала поводом для ностальгии. Песня «Волга-Волга» Изюминка концерта – полный интерактив со зрителем. Зрители могли выйти на сцену и спеть любимую песню вместе с артистами или же потанцевать. Такой подход ощутимо изменил саму атмосферу с официальной на более непринужденную. Поездки оперной труппы по городам края стали уже доброй традицией. Театр отмечает положительный опыт таких творческих путешествий и в дальнейшем планирует их продолжить. Леонид Монохин, Вячеслав Алексеев, Игорь Конюшков, телекомпания «Кунгур». Умники и умницы. Интеллектуальный конкурс юных пытливых умов «Кунгура» объединил сегодня воспитанников детских садов города. Ребята, которых уже смело можно назвать вундеркиндами, решали ребусы и различные задачи, собирали конструктор и отгадывали загадки. Для этих целей было необходимо включить сообразительность и смехкалку. Задания не совсем обычные, то есть они достаточно сложные. Не каждый ребенок сможет справиться с таким заданием, потому что они чуть-чуть выше, чем в норме ребенок справляется с заданием. То есть это уже ближе к первому классу. Но я думаю, что это только начало. Думаю, что и в дальнейшем будет продолжаться этот конкурс. И, наверное, может быть даже задания будут усложняться. То есть дети все равно умные достаточно, продвинутые. Может быть даже в будущем это будут как-то и компьютеры подключены к этому делу, потому что дети в компьютерах очень хорошо разбираются теперь. Конкурс «Омники и умницы» для дошколят проводится в нашем городе впервые, но уже заслужил интерес у маленьких горожан. В условиях упорной соревновательной борьбы жюри так и не сумело определить лидера первого сезона игры. В итоге победила дружба. Далее коротко о других событиях. Хорошо видеть, прекрасно выглядеть. Магазин «Оптика» – ваше решение. В этом году жители Пермского края смогут оценить учреждения здравоохранения региона на предмет оказанных услуг. Среди критериев – открытость и доступность информации медицинской организации, комфортность условий в предоставлении и оказании медпомощи, время ожидания доброжелательности, вежливость, компетентность медиков, удовлетворенность оказанными услугами и другие. Каждый пациент может высказать свое мнение о медицинских учреждениях уже прямо сейчас. Для этого нужно заполнить анкету на сайте Федерального Минздрава, выбрав учреждение, в котором он проходил лечение. Итоги народной проверки будут озвучены в ноябре 2017 года. Жители страны традиционно по весне проверят свою грамотность, подключившись к ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». Автором текста для проверки россиян в этом году стал пермский писатель Леонид Юзефович. Его текст посвящен трем городам России. Цитата. «Диктант делится на три части. В первой – мой родной город Пермь и река Кама. Вторая часть – это Улан-Удэ и Селинга. Третья – это город, где я живу сейчас – Санкт-Петербург и Нева», рассказал ТАСС писатель. Конец статы. В Кунгуре акция пройдет 8 апреля. Чтобы стать ее участником, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции и вступить в группу «Тотальный диктант» в Кунгуре. О месте его проведения пока не сообщается. В прошлом году акция прошла в Ледяной пещере и в библиотеке имени Хлебникова. Кунгуряков ждут насыщенные выходные. Завтра во Дворце культуры машиностроителей состоится концерт для милых женщин. Таким образом, его организаторы решили продолжить празднование замечательного весеннего праздника Международного женского дня. Начало концерта в 14 часов. Кроме того, воскресенье. 12 марта в городе стартует год экологии. На площадке Дворца культуры «Мечта» кунгуряков ждут увлекательные мастер-классы и выставки. Они начнут свою работу в 12 часов. А уже в час здесь пройдет праздничный концерт. А рабочая неделя также начнется с музыкального события. 13 марта в Центре досуга Театр молодежи. Солисты музыкальной студии «Старая коллекция» поделятся с горожанами своим творчеством. Вход на мероприятие абсолютно свободный. Рубрика «Дайджест» выходит при поддержке компании СТК. Весь март скидка на Санфоянс 10%. Исправляем своими руками. Игорь Вертипрахов, не дожидаясь реакции коммунальных работников, начал исправлять их недочеты в работе своими силами. Рубрика «Мелочи жизни» в эфире. Рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке компании «ДАФАВТО» официальный дилер «Лада». Сегодня мы у 136-го дома по улице Свободы. Всего в этом доме 4 подъезда, но один из них явно отличается от остальных. Посмотрите, с одной стороны козырек удерживается балкой нормально. А с другой стороны, ну, сами видите. Местные говорят, что обращались в управляющую компанию уже много раз, но результата все еще нет. Мелочь, а неисправленная. Свободы 144. Ну, это даже смешно. Это насколько нужно быть ленивыми, чтобы приделать вывеску к зданию всего на один гвоздь. Дел-то на одну минуту. Мы, конечно, сделали все, что можно, но это только временно. Согласитесь, мелочь-то глупая. Рядом с остановкой РМЗ мы нашли вот такой испорченный знак пешеходного перехода. Я вот не понимаю, как должны чесаться руки, чтобы сделать такую гадость. Но ведь знак-то нужен в первую очередь для вас, пешеходы. Мелочь, а испорченная. На сегодня это все новости. Далее небольшой блок рекламы, затем вас ждет программа «Праздник для любимых» и рубрика «Экономим» и прогноз погоды. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. До свидания. Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, традиционно пятничным вечером на канале РЕН-ТВ поздравительная программа «Праздник для любимых». И с вами Татьяна Шевцова. Итак, начнем. Лидию Сергеевну Пронину с юбилеем поздравляет любящий муж, дети и внучка. Дорогая, милая, единственная, золотая, любимая, с днем рождения. Ты самый важный человек в нашей жизни. Ты всегда и поддержишь, и утешишь, и подбодришь, и поможешь, и дашь мудрый совет. Желаем тебе здоровья на долгие годы, весеннего настроения. Пусть все твои надежды оправдаются, мечты исполняются, а каждый день приносит только радость, тепло и счастье. Спасибо тебе за все, родная. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МОЛИТСМЕНТЫ СТВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕС СОМНЕНЯ Отличный нету настроения СТВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Остались в прошлом сожаленья Отличный нету настроения СТВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Пусть еще кто-то день прошел Не печалься и не грусти В жизни все будет хорошо Так что просто с ума сойти Добрых слов в этот день не счесть Ведь вокруг все друзья твои Хорошо, когда в жизни есть Столько радости и любви Твой день рождения Он самый лучший без сомнения Отличней нету настроения Твой день рождения Твой день рождения Остались в прошлом сожаленья Отличней нету настроения Твой день рождения Поздравляем! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Благодарная пациентка Лидия Андреевна Макушева поздравляет девушек-фельдшеров скорой медицинской помощи и Светлану Анатольевну Алексееву, заведующую отделением надомного обслуживания людей пожилого возраста с 8 марта. Милые женщины, добрые, верные, с новой весной вас, с каплями первыми, мирного неба вам, солнца лучистого, счастья заветного, самого чистого, много в вас ласки, тепла, доброты, пусть исполняются ваши мечты. А мы в свою очередь от всего коллектива Кунгурского телевидения поздравляем Лидию Андреевну Макушеву с Международным женским днем 8 марта. Кунгурского телевидения поздравляем Лидию Андреевну Макушеву с Международным женским днем 8 марта. Небо тает облаками, я иду к тебе с цветами, ты моя, ты любимая. Мне так мало в жизни надо, мир прекрасен, если рядом ты со мной, ты любимый мой. Букет из белых роз, любовь здесь в каждом лепестке. Букет из белых роз, такая нежная к тебе. Букет из белых роз, достойна ты любых красот. Кто любит, тот меня поймет. За тебя в огонь и воду, и в любую непогоду, я лечу, я не вижу край. Для тебя все звезды неба, острова и вольный ветер. Все тебе только пожелай. Букет из белых роз, любовь здесь в каждом лепестке. Букет из белых роз, такая нежная к тебе. Букет из белых роз, достойна ты любых красот. Кто любит, тот меня поймет. Букет из белых роз, достойна ты любых красот. Букет из белых роз, достойна ты любит. Букет из белых роз, букет из белых роз. Теперь следующее поздравление. Коллектив кунгурского телевидения от всей души искренне поздравляет всех женщин с праздником любви и красоты 8 марта. Сегодня праздник женской красоты, очарования и милого кокетства, цветов, улыбок, солнца и весны и радости, знакомой всем нам с детства. Поздравить с 8 марта вас спешим. Пусть будут в жизни счастье и веселье, успехов вам, гармонии души и пусть отличным будет настроение. Это не женщина, это беда, я с такой как она ни за что никогда. Это не женщина, но я не ведусь, я в другую уже никогда не влюблюсь. Это не женщина, это беда, я с такой как она ни за что никогда. Это не женщина, но я не ведусь, я в другую уже никогда не влюблюсь. Может, дело во мне, я просто слабак, если мне без неё никуда и никак. Может, просто не стоило так раздувать, я же знаю, что ей на меня наплевать. Это не женщина, это беда, я с такой как она ни за что никогда. Это не женщина, но я не ведусь, я в другую уже никогда не влюблюсь. Это не женщина, это беда, я с такой как она ни за что никогда. Это не женщина, но я не ведусь, я в другую уже никогда не влюблюсь. Это не женщина, это беда Я с такой, как она, ни за что никогда Это не женщина, но я не ведусь Я в другую уже никогда не влюблюсь Это не женщина, это беда Я с такой, как она, ни за что никогда Это не женщина, но я не ведусь Я в другую уже никогда не влюблюсь Это не женщина, это беда Я с такой, как она, ни за что никогда Это не женщина, но я не ведусь Я в другую уже никогда не влюблюсь. Это не женщина, это беда. Я с такой, как она, ни за что никогда. Это не женщина, но я не ведусь. Я в другую уже никогда не влюблюсь. Желаю удачных выходных. С вами была Татьяна Шевцова. До новых встреч!